Уважаемые друзья, мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Луки, и сегодня мы приступаем к изучению девятой главы этого Евангелия. И первая тема, которую мы рассмотрим, Христос посылает двенадцать апостолов на проповедь. И мы читаем с первого по шестой стих. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где-то не примут вас, то, выходя из того города, трясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя больных». Блаженный Иероним Стридонский писал «Благодетелен и милостив Господь и Учитель. Он не смотрит завистью на могущество свое в рабах и учениках своих. И как сам исцелял всякую болезнь и немощь, так и апостолам своим дал силу исцелять в народе всякую болезнь и всякую немощь. Но между иметь и раздавать, получать и давать есть великое различие. Он – Учитель. Все, что не делает, творит силой Божией. А они, ученики, если делают что-либо, то исповедуют немощь свою и силу Господа, говоря «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Необходимо заметить, что власть совершать чудеса, вручаемое апостолом, есть чудо милости Спасителя и само по себе есть одно из чудес Спасителя. В понимании блаженного Иеронима Господь, который самодостаточен и не нуждается ни в какой славе, потому что приславен и привелик, он хочет ввести в свою славу и приобщить к своему величию своих учеников, апостолов, чтобы они совершали то служение, которое совершает он. Это обусловлено тем, что служение Иисуса Христа занимало всего три с половиной года. Когда Он выходит на общественное служение, Ему тридцать лет земной жизни. Когда Он возносится на небо, Ему тридцать три с половиной лет. И Он готовил апостолов к самостоятельному служению. И Он призывал их к общественному служению еще в одни своей земной жизни, посылая их подвое, чтобы они проповедовали Евангелие, творили чудеса, исцеляли больных, бесов изгоняли. Таким образом, Он как бы приуготовлял их к тому служению, которое они будут совершать после Его вознесения на небо. Собственно говоря, действие Христа в Его учениках продолжается до сих пор. Преемники апостолов – это епископы церкви, помощники епископов – это пресвитеры и декана, и трехчинное священство, равно как и миряне, народ Божий, совершают свой апостолат в той или иной степени. И, собственно говоря, счастье человеческой жизни заключается для христианина в том, чтобы ему распознать намерение Божие относительно самого себя. И у каждого есть призвание на совершение определенного апостолата, потому что апостолом является каждый христианин в широком смысле этого слова. Когда мать учит своего ребенка молитвам – это апостолат. Когда отец занимается с ребенком законом Божьим – это тоже апостолат. Само служение апостола – это Божье посольство, которое совершается в разных формах и может иметь разные виды. Тем более, что Церковь всегда исповедала, что есть не только сугубое священство, епископат, пресвятериат и деканат, но есть и всеобщее священство, когда каждый христианин совершает свое служение перед Богом в той или иной степени. Блаженный Феофилак пишет «Избирает двенадцать учеников по числу двенадцати колен. Дав им силу, он послал их, хотя и мало было их, так как вообще мало таких, которые идут тесным путем. Дал им силу чудотворений, чтобы, поражая чудесами, они имели внимательных к своему учению слушателей». Почему Христос действительно набрал учеников числом именно двенадцать? И в Апокалипсисе мы видим, что перед престолом Божьим поклонение совершают двадцать четыре старца, и по истолкованию Андрея Кисарийского двенадцать – это патриархи еврейского народа, дети патриарха Иакова, а другие двенадцать – это апостола Иисуса Христа. На место отпавшего Иуды был поставлен апостол Павел или апостол Матфий. Здесь есть разные объяснения. Двенадцать сыновей Иакова – родоначальники колен еврейского народа. А так как Христос, создавая свою церковь, творит как бы народ Божий заново, он набирает то же число – двенадцать учеников, чтобы создать новых детей Аврааму не по плоти, а по духу. И апостол Павел, и другие апостолы, Петр в частности, они эту тему развивают в своих посланиях. То есть теперь Израиль Божий, Новый Израиль – это все православные христиане из разных племен, народов и языков, которые живут во всей Вселенной. Ефимий Зигабен писал, но если было мало учеников, а почему он, Христос, не умножил числа их, присоединив и других? Он умножил, но не в числе, а в силе. Дал, говорит им, власть. Так что назвал их малыми, не по недостатку власти, а по числу. Итак, сначала делает их врачами тел, а потом веряет им врачевание душ. Это важнее. А изгоняли они бесов и исцеляли болезни именем Христовым. То есть не было необходимости умножать число апостолов. Достаточно было, чтобы их было 12. Кроме 12, были 70, но те совершали другое служение. А Христос умножал не количество апостолов, а их качество, скажем так. Он давал им силу, чтобы они свидетельствовали о своей вере с последующими чудесами и знамениями. Чудо – это чрезвычайная мера, которая применяется редко и к которому надо относиться достаточно настороженно. Собственно говоря, чудеса – это костыли для сомневающихся. Верующий человек верит в Иисуса Христа не потому, что он убедил его каскадом чудес с неба, но потому, что мы возлюбили Христа всем сердцем своим и всем помышлением своим. И в этом смысле чудо – есть некое насилие над свободной волей человека. Потому что чудо вынуждает верить и, может быть, именно поэтому чудеса происходят, собственно говоря, только в жизни верующих людей. Таким образом чудо не разрушает свободной воли человека. И часто, приуготовляя людей к сотворению над ними чуда, Христос спрашивал, имеешь ли веру? И когда человек обнаруживал веру и говорил «верую» или «верую, помоги моему неверию», тогда Христос прибегает к этой чрезвычайной мере. Православная церковь всегда учила очень осторожно относиться к чудесам и знамениям, потому что мы не всегда можем отличить подлинное чудо от ложного чуда, и мы должны проявлять в этом смысле рассудительность и осторожность. Если мы сталкиваемся с каким-то чудом, лучше не принимать его, но и не отвергать, не понимая до конца его природу. Потому что есть серьёзная опасность. Если человек увлечётся чудесами, потом придёт самый главный чудесник, антихрист, он будет такие чудеса творить, сводить огонь с неба будет, и вся вселенная обольстится его чудесами. Поэтому для христиан важнее чудо самой нашей веры. Если христианин ищет основания для своей веры, чудесное основание, пусть перечитает на горную проповедь, потому что там божество Христа Иисуса явлено наиболее полным чудесным образом через учение о бесстрастном отношении и к добрым, и к злым, о любви, к врагам, молитве за обижающих и о благословении проклинающих. Это действительно божественное бесстрастие. Итак, апостолы облеклись в силу Божию, и самое мощное чудо, которое они несли миру, это чудо Святого Евангелия, которое проповедовало мир с Богом, примирение с Ним, Богом Отцом, в Сыне Божьем. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. И следующая тема – молва об Иисусе Христе Господе Нашем достигает Ирода. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 9 глава, 7 по 9 стих. Услышал Ирод, четверовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн, то есть Иоанн Креститель, восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, «Кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его?» В других Евангелиях прямо говорится о том, что Ирод, услышав о Христе, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес и творит чудеса». Учитель церкви Ориген в своих комментариях на Евангелие от Матфея, он писал, «Иудеи имели различные мнения об этих событиях. Одни мнения ложные, какие были у садукеев, которые думали, будто мертвые не воскресают и ангелы не существуют, но будто о них было написано только образно и они не имеют ничего общего с действительностью, а другие мнения истинные, которые мучили фарисеи о том, что мертвые воскресают». Итак, в этом месте возникает вопрос, таково ли было мнение о душе, которое ошибочно имел Ирод и некоторое в народе, что Иоанн, которого он незадолго до того обезглавил, воскрес из мертвых, после смерти под другим именем, и теперь его зовут Иисус, который получил те же самые силы, которые прежде действовали в Иоанне. Примерно такое мнение возможно было у Ирода, что силы, действовавшие в Иоанне, перешли на Иисуса, благодаря чему в народе верили, что Он, то есть Христос, воскресший Иоанн Креститель. И можно было бы рассуждать примерно так, как об Иоанне говорится, что благодаря духу и силе Ильи, а не его собственной душе, он есть Илья, который должен прийти, потому что дух и сила Ильи перешли на Иоанна, так Ира думал, что силы крещения и учения, бывшие в Иоанне, действовали в Иоанне, ибо Иоанн Иоанн не сотворил никакого чуда, действовали отчасти, а более в Иисусе действуют силы необычайные, ибо Христос творил много чудес. Нечто подобное скажет кто-нибудь, имея в виду те, кто сказал, что в Иисусе явился Илья или воскрес один из древних пророков. То есть люди, которые жили в одни Христа, они не понимали подлинной природы Христа. Одни считали, что он действует в духе Иоанна Крестителя, которого обезглавил Ирод, и эта сила как бы перешла к Иисусу, потому что Иисус выходит на общественное служение, когда Иоанн Креститель был заключен в темницу. Другие считают, считали, что Иисус Христос это один из древних пророков, а сам Иоанн Креститель это как бы пророк Илья, то есть человек, который действует в силе пророка Ильи. И в наше время тоже об Иисусе говорят и думают по-разному. Одни, например, как мусульмане, считают, что Иисус Христос это один из пророков, другие, как иудеи, считают, что Иисус просто был человек. Есть и есть церковная точка зрения отношения ко Христу, что это Сын Божий, Христос, Мессия. И когда Петр исповедует Иисуса именно Сыном Божиим, то есть Богом, ибо Сын все имеет от Отца. Если Отец Бог, то и Сын Бог, то Христос ему говорит, не плоти, кровь тебе открыли это, но Отец Мой, Который на небесах. Например, наши эзотерики учат, что Христос это был восточный гуру, потому что после 12 лет, что с ним происходило до 30 лет, в Евангелиях ничего не сказано, эзотерики говорят, он ходил в Индию и там учился, стал гурой, прошел инициацию, потом вернулся в Палестину. Все эти мнения, они суетные, и они далеки от действительности. Христос Сын Божий. И как Сын Божий, Он сам является источником силы. Он есть Тот, Который содержит своей мощью все и вся. Поэтому Он не нуждался не в силе Иоанна Крестителя, а скорее Иоанн Креститель нуждался в Его мощи и силе. Он не нуждался и в самих человеческих свидетельствах о себе, потому что о Нем, о Христе свидетельствовал Сам Отец Его Небесный. И сегодня одно из этих свидетельств мы с вами рассмотрим. И далее идет тема возвращения апостолов, которых Христос подвое посылал на проповедь со знамениями и чудесами. И мы читаем 9 главу Евангелия от Луки с 10 по 11 стих. Апостолы возвратившись рассказали ему, что они сделали и он взяв их собою удалился особо в пустое место близ города называемого Вифсаидою. Но народ узнав пошел за ним и он приняв их беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. В других Евангелиях рассказывается, что когда апостолы вернулись с проповеди, они очень радовались и они говорили, что бесы им повинуются, что больных исцеляют, мертвых воскрешают, на что Христос им сказал, не радуйтесь этому, радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах в книге жизни. Действительно, истинным чудом является чудо Божьего прощения. Апостолы мало чем отличались от обычных людей, они и сами были обычными простыми людьми, рыбаки, мытари, среди них был даже один Скинхет, Симон Зилот, то есть самые разные люди, но силой благодати, которую им дал Христос, они стали тем, чем они стали, кем они стали. Поэтому мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто вне Христа. Далее в 9 главе Евангелие от Луки рассказывается о чуде умножения хлебов. И мы читаем с 12 стиха по 17 «День же начал склоняться к вечеру и приступив к нему 12 говорили ему отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустынном месте». Конечно, удивляет то, что мы прочитали выше в 11 стихе, что народ требовал исцелений и Христос их исцелял. Кто-то может смутиться, а как народ вообще может что-то требовать? Разве мы что-то можем требовать у Господа? Конечно, нет. Но Христос сходит к немощи этих людей и к их готовности следовать за Ним. И теперь мы видим в 12 стихе, что их готовность следовать за Ним была такая, что они забывали о том, что у них нет хлеба, что время уже позднее, что они вышли за Ним в пустыню, и Христос как бы оценил такое их отношение к себе. Итак, апостолы просят Христа отпустить людей, потому что нет хлеба и уже наступает вечер. Но он сказал им, 13 стих читаем, «Вы дайте им есть». Мне кажется, это девиз для каждого священника, точнее, это обращение к совести каждого священника. Вы дайте им есть, вы пастыри, кормите народ хлебом Слово Божие. Как сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И если современный мир что-то должен ожидать от церкви, от церкви он может ожидать только свидетельства о Христе, ибо мы проповедуем Христа и при том распитого. Но он сказал им, то есть апостолам, «Вы дайте им есть». Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб, таинственным образом пять хлебов указывают на пять ран Иисуса Христа. У него были пробитые руки, пробитые ноги и удар копьем под ребро. А две рыбы указывают на две природы Христа. Он был истинный Бог и истинный человек в единой ипостаси. И церковь, имея возможность прибегать к пяти ранам Христа и имея возможность исповедовать Богочеловечеству Христа Иисуса, уже этим может напитать всю Вселенную духовно. Но тогда апостолы не до конца все понимали, ибо Дух Святой на них не сошел. Это произойдет только в день Святой Пятидесятницы. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех сих людей? Конечно, у них не было средств, чтобы купить пищу для всех этих людей. И в 14 стихе сказано, ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздали народу. Итак, Христос дает благословенную пищу ученикам, ученики раздают народу. За каждой литургией это действие повторяется. Христос в святых дарах тела и крови оказывается в руках священников, которые совершают службу, священники износят из алтаря тело и кровь и причащают народ. Христос дает ученикам, ученики дают народу. И мы должны приучить себя получать хлеб Божий из рук церкви. Поэтому очень важно, когда изучаем Писание, мы обращаемся к комментариям святых отцов. Потому что если мы это будем делать самостоятельно, минуя отцов церкви, то мы можем допустить очень много разных ошибок. Ибо о некоторых людях сказано во втором послании Петра, 3 глава 15-16 стих, что они собственные свои погибели превращают, то есть искажают Писание. Они же, взяв пять хлебов и две рыбы, извините, он же, взяв пять хлебов и две рыбы и, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И далее и ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В другом случае говорится, что Христос повелел собрать оставшиеся куски. Этим самым Христос призывает нас рачительно относиться, бережно относиться к тем духовным благословениям и материальным благословениям, которые он не спосылает своему народу, народу Божию, православным христианам. Блаженный Феофилакт в своем истолковании пишет, когда день склонялся к вечеру, ученики, начавшие уже отличаться человеколюбивыми и пастырскими расположениями, жалились о народе и сказали отпусти их, то есть скорее уврачуй их болезни, исполни их прошение, а Господь говорит ученикам вы дайте им есть. Говорит он так не потому, будто не знал о скудости, но потому, что желал заставить учеников самих высказать, сколько они имеют хлебов и таким образом, через исповедание их, через объявление количества хлебов явить все величие чуда. Повелевая ученикам рассадить народ рядами по 50, показывает, что и нам, когда принимаем какого-нибудь странника, должно успокоить его и прилагать всякое попечение о нем с удобством для него. Взирает на небо, чтобы показать, что и мы, намереваясь вкушать пищи, должны высылать благодарение Богу. дает сам ученикам, а они потом уже и народу, это для того, чтобы не забывали о чуде, но вспоминали бы о нем при мысли, что они брали хлебы в свои руки. Остатков было 12 коробов, чтобы мы знали, какую силу имеет страноприимство и как умножается наше достояние, когда мы помогаем бедным. Конец цитаты. Действительно, как сказано в Писании, не оскудеет рука дающая. И когда мы даем, мы приобретаем. Все, что человек делает для других людей, оно возвращается к нему. И, собственно говоря, как я часто объясняю, христианин – это человек для других людей. Тем более, священник – это не вещь сама для себя и сама в себе. Священник – это человек для других людей. Как и сам Христос, Он пришел в этот мир не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить нам. И мы помним, как на Тайной вечере Он припоясался полотенцем, влил воды в умывальник и омывал ноги своим ученикам. И Он сказал, если я, Господь, это сделал, то и вы проявляйте заботу друг о друге. Такой смысл. И далее с 18 по 20 стих идет тема «Ты, Христос, Божий», то есть исповедание апостола Петра по Евангелию от Луки. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ». Но мы уже выяснили, что народ по-разному относился к нему, так что Ирод считал, что это человек, который действует в силе Иоанна Крестителя. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ. Они сказали в ответ «За Яна Крестителя, а иные за Илью». Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» отвечал Петр за Христа Божия». В Евангелии от Матфея слова Петра его ответ дается в более расширенном виде «Ты Сын Божий, Христос, Мессия». Епифаний Латинский писал «Разве не знал Господь, за кого его почитали люди?» Но этим вопросом он выявил исповедание апостола Петра, оставив на будущее образец сильной веры. Ведь Господь спрашивал не одного только Петра, а всех апостолов, когда говорил «А вы за кого почитаете меня?» И один за всех ответил «Ты Христос, Сын Бога Живаго». То есть Царь Христос, Который будет судить весь мир, Сын Божий, Сам Бог, Бог и Человек, о несчастные иудеи и жалкие еретики, и теперь чуждые, и тогда идущие на вечное осуждение. Если Христос Сын Божий, то Он и Бог, ибо если Он не Бог, то Он и не Сын Божий, а поскольку Он Сын, и будучи Сыном, все имеет от Отца, то станем всем сердцем нашим неотделимо держаться Его, ибо нет никого, кто избежит длани Его». Вот такое рассуждение мы находим у древнехристианского экзегета Епифания Латинского. Действительно, все, что имеет Отец, имеет и Сын. Помните, как в притче о блудном Сыне Отец, обращаясь к благочестивому в кавычках Сыну, говорит «Все мое Твое». И все, что имеет Бог Отец, имеет и Бог Сын. Все, что имеет Бог Сын, имеет и Бог Отец, и Дух Святой. Таким образом, вера в Иисуса Христа, как в Сына Божия, есть вера в Иисуса Христа, как в Бога, в Его воплощение, как в Бога человека, в котором божественная природа, человеческая природа оказались в единой постаси. личности Христа Иисуса Господа нашего. Собственно говоря, церковь христианская созидается на вере в Иисуса Христа как Сына Божия, то есть, как Бога и Мессию. Это и есть основание церкви. И в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр дает это исповедание «Ты, Христос, Сын Бога Живаго», ниже Христос говорит «Ты, Петр, камень, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ады не одолеют ее». Смысл этих слов по блаженному Августину церковь созидается на вере в Иисуса Христа как в Сына Божия, то есть, Бога и Мессию Христа. Вот основание церкви. И блаженный Августин настаивает, что не надо думать, что церковь создается на Петре, как ошибочно думали некоторые западные христиане. Августин, западный отец, говорит «Нет, церковь созидается на вере в Иисуса Христа, не на Петре человеке, а на исповедании Петра, что Иисус из Назарета есть истинный Сын Божий, Христос Мессия». Далее Христос говорит, что будет убит и воскреснет. Казалось бы, только что они выяснили, что Он истинный Сын Божий, истинный Мессия, но на самом деле по Евангелию от Луки Он этим самым преуготовляет их к принятию Его грядущих крестных страданий. И мы читаем 21-й и 22-й стих. «Но Он строго приказал им никому не говорить о сём, то есть не говорить прямо, что Бог, Бога-человек, должно было пройти какое-то время, но Он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убиту и в третий день воскреснуть». Блаженный Иероним пишет «Смысл таков тогда проповедуйте обо мне когда я претерплю это, то есть крестную смерть, потому что бесполезно проповедовать всенародно о Христе и провозглашать народом того, которого они впоследствии увидят бечуемым и пригвождённым ко кресту и многое претерпевающим от старейшин и книжников и первосвященников. Ныне Иисус так же многое претерпевает от тех, которые снова распинают в себе Сына Божия. И хотя они считаются старейшинами в церкви и главами священников, они, наши епископы, снова распинают Сына Божия, который всецело познаётся духом, а они руководствуются простой буквой. Конец цитаты. Блаженный Иероним утверждает, что не наступило тогда ещё время проповедовать о божестве Христа Иисуса открыто. Потому что пройдёт немного времени и его увидят оплёванным, избитым, распитым. И если бы перед этим была бы проповедь о его божестве, кто бы не смутился бы. Даже сами апостолы в ужасе разбежались и попрятались страха ради иудейского. Но также блаженный Иероним обращает внимание на то, что не только Ветхозаветная Церковь иудеи, книжники, фарисеи, пересвященники их запятнали себя преследованием Христа. Но как учит апостол Павел послание к евреям 6.6 мы снова распинаем в себе Сына Божия, когда совершаем те или иные грехи. Почему? Потому что Христос, будучи Богом и неограниченный ни временем, ни пространством, ни пространством, Он взял на себя грехи всего рода человеческого и те грехи, которые люди еще не сотворили, потому что люди еще не родились на тот момент. Следовательно, любой грех, который мы творим теперь, он оказывается страданием для Христа распятого в прошлом. И мы как бы заново каждым грехом, каждым преступлением распинаем Христа, прибавляя ему страданий. Ефимий Зигабен, ученый, экзегет, монах, византиец 12 века писал «С того времени, когда ученики твердо знали, что Он есть Сын Божий по естеству, Он начинает показывать или предсказывать им, что Он должен претерпеть, чтобы, заранее зная это, они не соблазнялись во время страдания и не предполагали, что Он страдает по слабости природы. И как это можно было предполагать относительно того, который заранее знает, предсказывает и даже спешит пострадать? То есть ученики должны были убедиться через божественное достоинство Христа и чудо Его преображения, свидетелями которого они вскоре станут, что Он грядет настрадание вольное, то есть добровольное. И следующая тема призыв все отвергнуть ради Христа. И мы читаем 9 глава Евангелия от Луки с 23 по 26 стих ко всем ко всем же ко всем же сказал «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее, ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себе самого погубить или повредить себе, ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и Отца и Святых Ангелов». Святитель Анселтауст восклицает, не должно ли удивляться тому, как у них при таких словах душа удержалась в теле, когда беды отовсюду были перед глазами, а награды только в ожидании. Действительно, это было потрясение для апостолов. Христос сказал о предстоящих собственных страданиях и тут же добавляет, кто не возьмет своего креста и не пойдет за мной, не достоин меня, то есть вам тоже надо пострадать. Не должно ли удивляться тому, как у них при таких словах душа удержалась в теле, когда беды отовсюду были перед глазами, а награды только в ожидании. Как же удержалась велика была сила говорящего, велика и любовь слушающих, потому-то слыша гораздо тягостнейшие и прискорбнейшие, нежели что слышали те великие мужи Моисей и Иеремия, прибыли, то есть апостолы послушными и нисколько не противоречили. Конец цитаты Златоуста. То есть Христос как бы сказал им, если я претерплю муку, и каждый из вас тоже взойдет на свой крест, кто идет за мною и не берет креста, не достоин меня. Отказаться от всего ради Христа некоторым людям представляется достаточно сложным. Но апостол Павел в своем послании к филиппийцам 3 глава 8 стих восклицает «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор чтобы приобрести Христа». Но если мы верующие, неужели мы не готовы от всего отказаться за Христа? И Федор Михайлович Достоевский очень тонкий такой знаток славянской души он однажды записал такую мысль на самом деле умереть за Христа согласились бы многие христиане вот если скажут сейчас мы тебя готовы расстрелять поставим к стенке многие бы согласились бы умереть за Христа сложнее жить для Христа каждый день каждую неделю проживая каждый месяц каждый год христианином действительно взять крест и пойти за Христом означает переносить все те будничные трудности которые нам посылаются в этой жизни как христианам на этом узком и тернистом пути нашего шествия за Христом взять свой крест и пойти за Христом означает любое страдание принимать как из его рук ведь без воли Отца Небесного даже волос не может упасть с нашей головы значит все что происходит в нашей жизни в той или иной степени происходит по его воле и мы знаем когда святитель Иоанн Златоуст был лишен всего был отлучен от церкви лишен патриаршества пребывал в гонении от христианской империи византийской прикованной к телеге шел в ссылку и он вдруг ощутил что он уже умирает он лег на землю и произнес слава Богу за все и далее Христос говорит что уже близко Царствие Божие как эти темы связаны человек который переживает страдания и крестоношение переносит трудности он уже через это приближается к Царствию Божию поэтому 27 стих 9 главы Евангелия от Луки говорю же вам истина есть некоторые стоящих здесь которые не вкусят смерти как уже увидят Царствие Божие где увидят Царствие Божие Христос говорит Царствие Божие внутрь вас есть присутствие Христа в тебе во мне это и есть присутствие Царствия Божия в жизни народа Божия в церкви особенно когда мы становимся причастниками тела и крови Иисуса Христа далее с 28 по 36 стих рассказывается о преображении Господнем которое происходило с той же целью чтобы приоткрыть перед апостолами тайну божества Христа Иисуса затвердить ее в их сознаниях чтобы потом когда они увидят его распитым осмеянным оплеванным они бы понимали что это страдание вольное то есть добровольное и мы читаем с 28 стиха и ниже после сих слов дней через восемь взял Петра Иоанна и Якова и взошел он на гору помолиться почему Христос чудом своего преображения берет свидетелями трех апостолов а не всех двенадцать потому что по закону Божьему любое слово верно при устах двух-трех свидетелей и этих троих было достаточно и когда молился вид лица его изменился и одежды его сделались белую блистающую и вот два мужа беседовали с ним которые были Моисей и Илья явившись во славе они говорили об исходе его которое ему надлежало совершить в Иерусалиме Петр же и бывшие с ним отягчены были сном но пробудившись увидели славу его и двух мужей стоявших с ним и когда они отходили от Иисуса то есть Моисей Илья сказал Петр Иисусу наставник хорошо нам здесь быть сделаем три кущи одну тебе одну Моисею и одну Ильи не зная что говорил когда же он говорил это явилось облако и осенило их и устрашились когда вошли в облако и был из облака глаз глаголющий сей сын мы возлюблены его слушайте когда был глаз сей остался Иисус один и они умолчали и никому не говорили в те дни о том что видели конечно здесь очень поражают действия апостола Петра когда он говорит Господи хорошо нам здесь быть сделаем три кущи то есть три шалаша тебе Моисею и Ильи Ефимий Зигабен называет такое поведение апостола Петра священным безумием Петр был очарован фаворским светом Моисей Илья он решил поселиться на этой святой фаворской горе и вместе с Моисеем и Ильею в общении со Христом Иисусом мне приходилось быть на фаворе там монастырь и там монахи сделали эти три кущи и там написано хорошо нам здесь быть и всякий человек который поднимается на фавор на эту гору удивительно красивую правильной формы он ощущает эту радость как хорошо быть на этом месте где Христос преобразился но какое значение для нас имеет само преображение для чего оно было предназначено богословы считают Господь возвестив своим ученикам о своих страстях призвал их взяв каждому крест свой следовать за ним но для того чтобы следовать своим путем необходимо иметь какое-то представление о цели то есть о цели крестоношения особенно же это необходимо в том случае когда дорога тяжелая трудная тернистая как путь каждого христианина и люди испытывают страх идя по этой дороге и Христос преображается чтобы показать нам цель наших страданий мы тоже по воскресении из мертвых если сохраним веру будем обличены в эту славу преобразившегося Христа как сказано так надлежало пострадать Христу и войти в славу свою но для того чтобы нас вести в эту славу и в послании к филиппийцам 3.21 Павел пишет о Христе который уничиженное тело наше преобразит так что оно будет сообразно славному телу его то есть в воскресение он преобразит наши тела и сказав о крестоношении он вскоре преобразился перед ними обозначив цель конец узкого тернистого пути к чему мы идем и святые отцы прямо говорили что белые одежды которые высияли на теле Господа на горе Фавор символизируют верующих ибо мы тело Христово и здесь очень важно обратить внимание и на свидетельство Бога Отца из засиняющего облака сей и сын мой возлюбленный его слушайте подобные слова мы слышали на Иордане когда было крещение Господа но там не было вот этого добавления его слушайте там было сказано сей есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение а здесь добавление его слушайте почему потому что когда на Иордане он крестится и Бог отец из осиняющего облака свидетельствует о нем Христос еще не начал свою проповедь а между крещением и горой преображения была и на горная проповедь и масса притч наставлений по учению которые предлагал Христос и на этот раз Отец Небесный присовокупляет к свидетельству о своем сыне возлюбленном необходимость для верующих в Него слушаться Христа во всем и очень символичные слова когда же был глаз сей остался Иисус один то есть видение прекратилось и они умолчали и никому не говорили в те дни о том что видели что значит остался Иисус один во Иисусе мы имеем все Он остался один с ними но во Иисусе мы имеем общение с Богом Отцом через Христа мы приобщаемся к благодати Духа Святаго Иисус Христос есть краеугольный камень нашего спасения Сам Иоанн Креститель говорил о Христе Он будет крестить вас Духом Святым а если мы хотим увидеть во Христе Отца Христос Сам говорил видевший Меня видел и Отца поэтому вот эти слова остался Иисус один с ними это тоже величие если Христос с нами мы в Отце и в Духе Святом но если Христос не с нами сказано никто не приходит к Отцу как только через Меня свидетелями преображения Господня являются люди с земли один человек из ада и другой человек с неба на это обращает внимание блаженный ироним Стридонский люди с земли это три апостола человек с неба это пророк Илья который был вознесен на небо живым человек из ада это Моисей потому что по смерти все ветхозаветные праведники как и ветхозаветные грешники они спускались в ад и только в день воскресения Христос вывел ветхозаветных праведников из ада почему свидетелями чудо преображения Христа являются и обитатели неба и ада и земли потому что чудо преображения имеет значение для всех ибо это чудо ожидает всех верующих в Иисуса Христа Далее рассказывается о том как Христос изгоняет беса из подростка в следующий же день когда они сошли с горы встретило его множество народа вдруг некто из народа воскликнул учитель умоляю тебя взглянуть на сына моего он один у меня его схватывает дух и он внезапно вскрикивает и терзает его так что он испускает пену и на силу отступает от него измучив его я просил учеников твоих изгнать его и они не могли сразу возникает вопрос а почему ученики не могли изгнать обреченные в силу Христа они же изгоняли бесам но в этом случае они стали действовать самостоятельно и у них ничего не получилось и Иисус же отвечая сказал о род неверный и развращенный доколе буду с вами и буду терпеть вас приведите сюда сына твоего когда же тот еще шел без поверк его и он стал бить биться но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его и все удивлялись величию Божию то есть мы можем действовать во Христе и мы не можем действовать без Христа и если мы проверяем проявляем самоуверенность то действия не будет но если мы со смирением действуем как христиане сказано Бог гордым противится а смиренным дает благодать и далее когда же все дивились всему что творил Иисус он сказал ученикам своим вложите вы себе в уши слова сии сын человеческий будет предан в руки человеческие но они не поняли слова сего и оно было закрыто от них так что они не постигли его а спросить его о всем слове боялись далее пришла же им мысль кто бы из них был больше Иисус в виде помышления сердца их взял дитя поставил его перед собою и сказал им кто примет все дитя во имя мое тот меня принимает а кто примет меня тот принимает пославшего меня ибо кто из вас меньше всех тот будет велик опять мы здесь видим подтверждение того что апостолы еще не получившие духа святаго хотя силой Христа и изгоняли бесов творили чудеса они еще не были совершенны только дух святой сокровища благих и жизни подателю он может научить нас всякой правде и христианин становится причастником духа святаго когда после таинства крещения над нами совершается таинство миропомазания и в этом таинстве мы каждый переживаем свою пятидесятницу далее Христос говорит о том что кто не против нас тот за нас при всем Иоанн сказал наставник мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему потому что он не ходит с нами Иисус сказал ему не запрещайте ибо кто не против вас тот за вас это урок что мы должны научиться относиться с уважением и к другим верующим которые может быть не следуют нашему образу жизни может быть даже не придерживаются таких же взглядов как у нас но при этом они к нам по-доброму хорошо относятся и мы на их добро должны отвечать добром далее говорится о том как самаряне не принимают Иисуса в своем селении самаряне это была классическая секта внутри иудаизма они имели альтернативное поклонение Богу не в Иерусалиме а на горе Горизим они имели свое альтернативное священство они даже имели альтернативное самарянское пятикнижие которое насчитывало до 6-7 тысяч разночтений с еврейской массурой когда же приближались дни взятия его от мира он то есть Христос восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим и они пошли и вошли в селение самарянское то есть в селение где жили эти сектанты чтобы приготовить для него но там не приняли его то есть Христа потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим что значит он имел вид путешествующего в Иерусалим то есть он был одет соответствующим образом на голове был талит это молитвенная накидка которая оканчивалась кистями на лбу он мог иметь филактерий на руках были специальные ремешки заповедями с молитвами так обычно одевались паломники которые в то время отправлялись в Иерусалим то есть он выглядел вполне как правоверный иудей а так как иудеи с самарянами не сообщались и самаряне старались не сообщаться с аудеями то эти сектанты не приняли его потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим видя то то есть видя агрессию сектантов ученики его Христа Яков и Иоанн сказали Господи хочешь ли мы скажем чтобы огонь сошел с неба и истребил их то есть этих сектантов окаянных как Илья сделал как пророк Илья он истреблял жрецов вала но он Христос обратившись к ним запретил им и сказал не знаете какого вы духа и блаженный Феофилак дает свой комментарий да пророк Илья тоже имел духа Божия но это не тот дух который проявляется в христианах не как дух ревности а как дух любви и все прощения и они апостолы должны были понять что если Христос пришел в этот мир не судить мир а спасать мир то и их действия должны быть без агрессии по отношению к этим еретикам и у святых отцов мы можем найти много примеров того как бережно надо относиться к заблудшим сектантам желая им обрести путь спасения так в слове о проклятиях Иоанн Златоуст пишет еретические догматы мы испепеляем огнем веры самих еретиков любим как немощных братьев наших и добрыми делами стараемся обратить их ко Христу а в слове о проклятии Златоуст восклицает и не говори мне таких бессердечных слов что у тебя нет с ними ничего общего то есть с еретиками ничего общего у нас нету только с дьяволом продолжает Златоуст со всяким же другим человеком мы имеем даже очень много общего населяем одну и ту же землю питаемся одной и той же пищей имеем одного и того же Отца Небесного который посылает нам одни и те же законы поэтому не говори что у тебя нет с ними ничего общего ибо это дьявольское бесчувствие сатанинское бесчеловечие и ниже Златоуст пишет если в городе упадет осел в яму все бросаются его вынимать еретик тот же осел помоги ему добрым словом примером если в городе найдется с десяток людей которые озадачивают себя спасением еретиков то скоро весь город будет идти путем спасения то есть если кто-то проявляет агрессию как некоторые там религоведы которые как бы от лица православия готовы всех сектантов затащить в суд эти люди не знают какого они духа у этих людей пост иудейское сознание и когда апостолы сказали мы огонь сведем с неба господь останавливает их действия он запрещает им и говорит не знаете какого вы духа это не христианский метод это не христианское решение проявлять агрессию по отношению к заблудшему человеку это наподобие того как врач войдя в палату увидев тяжело больного начнет избивать его за то что он довел свое здоровье до такого состояния это было бы безумным поведением для врача напротив подлинный врач с большим вниманием отнесется к человеку у которого более серьезный недуг так и мы христиане православные должны с большим сердечным вниманием проявлять заботу о заблудшем собственно говоря вся система взаимоотношения Христа с самарянами это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры с одной стороны Христос не разделяет их вероубеждений когда самарянка спрашивает мы кланяемся Богу на горе Горезим вы в Иерусалиме кто правильнее поступает Христос ей говорит вы не знаете чему кланяться мы знаем спасение от иудеев но в то же время он не отказывает им в нравственных качествах это притча о добром самарянине в этой притче именно сектант оказался самым благочестивым человеком самарянин Евангелие показывают что иногда эти еретики могут быть и более благодарны по отношению к Богу 10 прокаженных исцелил и только один вернулся поблагодарить и евангелист с досадой пишет и тот был самарянин то есть какой-то сектант Иисус Христос так часто хорошо отзывался об этих еретиках что противники Христа говорили ты сам как самарянин поэтому поведение апостола в самарянском селении обнаруживает неправильную агрессию то что надо запрещать в церкви а не давать этому какое-то движение развития но он обратившись к ним запретил им и сказал не знаете какого вы духа ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие а спасать и пошли в другое селение и дальше рассказывается в окончании девятой главы что значит следовать за Христом случилось что когда они были в пути некто сказал ему господи я пойду за тобою куда бы ты не пошел иисус сказал ему лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда а сын человеческий не имеет где преклонить голову а другому сказал следуй за мною тот сказал господи позволь мне прежде пойти похоронить отца моего но иисус сказал ему предоставь мертвым погребать своих мертвецов а ты иди благовествуй царствие божие итак первый признак по которому мы определяем следует человек за Христом или нет таковой человек должен благовествовать проповедовать царствие божие как проповедовать священник учит словом мирянин больше учит самим примером своей жизни как и сказано и тогда светит свет ваш пред людьми с тем чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца небесного и еще другой сказал я пойду за тобой господи но прежде позволь мне проститься с домашними моими но Иисус сказал ему никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для царствия божия что это значит если ты идешь по настоящему за Христом ты не крутишь головою оборачиваясь назад вспоминая о прелестях прежней греховной жизни ты не хочешь переживать даже этих воспоминаний они отвратительны и тягостны для тебя итак следующий за Христом это тот кто имеет целью царствие Божие и благовествует о нем и не стремится вернуться назад к прежним своим падениям и нечестивым греховным переживаниям итак братья и сестры сегодня в 9 главе мы рассмотрели очень много тем и тема следования за Христом и события преображения и предсказания Христа о грядущих страданиях и предсказания его о назначенной для нас славы поистине каждая глава святого Евангелия это некая ступень которая возвышает наше сознание к осознанию ценностей небесной надмирной жизни и дай Бог чтобы мы воспринимали евангельские тексты именно как господнее руководство к действию и я рекомендую после каждого такого занятия вернувшись домой перечитайте ту главу о которой мы беседуем чтобы как бы вновь пережить те темы которых мы касались и вернувшись на вернувшись Продолжение следует...